Здравствуйте, с вами Евгений Карташов и в этом уроке я расскажу, как быстро, практически автоматически убрать вот такие блики с лица. Это фотография модели Ирины Голубцовой, я снимал ее на фотоярмарке в Санкт-Петербурге. И там в качестве источника была портретная тарелка, которая и дает вот такой характерный блик. Когда-то это смотрится хорошо, но в данном случае мне бы хотелось от него избавиться. Можно, конечно, зарисовывать блики штампом или пытаться избавиться восстанавливающей кистью, накладывать какие-то цветные слои, но мы с вами поступим по-другому. Для того, чтобы нам узнать, в каком канале блик наиболее контрастный, нужно пойти в каналы и посмотреть. Красный канал нам не подойдет, зеленый тоже не очень. Но я советую запомнить на будущее, что кожа наиболее темная всегда в синем канале. И поэтому в синем канале как раз и будет наиболее контрастный блик. Смотрите еще раз. Красный, зеленый и синий. Итак, в качестве заготовки мы будем использовать синий канал. Можно, конечно, поместить его сверху на отдельный слой и затем производить с ним манипуляции, но такая обработка является деструктивной. А я стараюсь придерживаться недеструктивного метода. Давайте включим видимость каналов. И сейчас я покажу, как сделать это абсолютно недеструктивно, чтобы в любой момент иметь возможность внести какие-либо изменения. Для начала я сделаю копию слоя. Это нам понадобится для того, чтобы иметь возможность изменить режим наложения в группе, в которую мы затем объединим наши корректирующие слои. Далее. Мне нужен синий канал. Для того, чтобы поместить синий канал, но не на пиксельный слой, а на корректирующий, я использую корректирующий слой микширования каналов, или channel mixer в английской версии. Для этого можно перейти вот сюда, на эту иконку, и выбрать здесь микширование каналов. Либо то же самое можно сделать в меню слои, новый корректирующий слой, и здесь выбрать микширование каналов. Это то же самое. Здесь ставим галочку монохромный и задаем следующее значение по каналам. Красный 0, зеленый 0, синий 100. Таким образом, мы помещаем синий канал на отдельный слой. Но слой этот не пиксельный, а корректирующий. То есть мы в любой момент, если это нужно, можем здесь изменить соотношение каналов в монохромном изображении. Теперь эту заготовку нужно доработать. Можно сразу инвертировать ее с помощью кривых, но я предпочитаю делать все последовательно и создавать новые корректирующие слои. Я создаю слой инвертировать. В английской версии это корректирующий слой invert. Он не имеет никаких параметров и просто инвертирует заготовку. Нам нужно, чтобы блики вместо белых стали черными. Теперь эту заготовку нам нужно доработать. Создаем сверху корректирующий слой кривые. Вот так. Давайте я его немножко оттащу вот сюда, чтобы он не мешал нам смотреть на лицо модели, дорабатывая заготовку. Мне нужно осветлить все, кроме блика. Вот таким образом мне нужен только блик. Слишком осветлять тоже не стоит, потому как режим наложения, который мы будем использовать, затемнение основы, или Color Burn в английской версии, он работает достаточно агрессивно. Можно даже немного уменьшить яркость вот этих самых темных областей, чтобы не было такого пережаренного цвета. То есть приподнять кривую вот так. Можно, конечно, оставить ее вот в таком положении, но в данном случае нужно исходить из самой картинки и смотреть, какой у нас имеется блик по ширине. Вот думаю, такой доработки будет достаточно. Скрою корректирующий слой. Теперь объединяем все эти слои в группу. Для этого я щелкаю на верхнем слое, щелкаю затем с нажатой клавишей Shift на копии фонового слоя и нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-G. Таким образом слои у нас объединяются в группу. Давайте эту группу назовем как-нибудь, например, Anti-Blick. Теперь поменяем режим наложения этой группы на затемнение основы. Или в английской версии это режим Color Burn. Смотрите, что произошло. У нас затемнились как раз области бликов. Если затемнение здесь недостаточное, мы можем легко раскрыть группу, выйти на корректирующий слой Кривые, и здесь немного доработать заготовку, слегка ее затемнив, то есть опустив вот эту точку, точку черного. Смотрите, блики у нас затемняются еще сильнее. Но при этом потеряется текстура. Для того, чтобы восстановить текстуру, мы также поступим недеструктивным способом. Эту самую группу мы преобразуем в смарт-объект. Правой кнопкой мыши, по группе, и выбираем преобразовать в смарт-объект. Либо можно сделать это следующим образом. Фильтр. Преобразовать для смарт-фильтров. Но так как у нас уже преобразован этот слой смарт-объект, то данный параметр не активен. Либо можно сделать это через меню Слои, Смарт-объект, преобразовать в смарт-объект. Теперь применим фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. Радиус ставим небольшой, чтобы у нас только проявилась текстура. В данном случае изображение у меня с высоким разрешением, и поэтому радиус я ставлю примерно 3 пикселя. Вот так. У нас на бликах проявляется текстура. Возникает вопрос, всегда ли она нужна. Но мы посмотрим затем, что можно сделать, если она окажется здесь чрезмерно выраженной. Нажимаю ОК. Вот. Теперь у меня вся группа находится в смарт-объекте. Для того, чтобы ее редактировать, нужно будет открыть смарт-объект. Сейчас я покажу, как это делается. Двойным кликом нажимаем ОК. Открываем смарт-объект. Открываем группу. Здесь можно внести необходимые изменения. Затем нажать Да. Но здесь я никаких изменений не вносил, а показал это просто для примера. Теперь, для того, чтобы нам уменьшить интенсивность воздействия, можно просто воспользоваться непрозрачностью, либо наложить сюда черную маску. Для этого нажимаем и удерживаем клавишу Alt и кликаем по значку маски. Вот таким образом. Затем берем кисть белую. Непрозрачность можно взять 30-50%. Это уже как вам захочется. И аккуратно пройтись по области бликов. Если здесь текстура у нас вылезла чрезмерно, можно поступить следующим образом. Кликаем вот по этому значку дважды. У нас открывается окно параметров наложения фильтра. Здесь мы уменьшаем непрозрачность. Только в смарт-объекте можно вот так вот уменьшить непрозрачность воздействия фильтра. И смотрите, текстура у нас на бликах стала значительно меньше. То есть ставим непрозрачность примерно 10-15%, чтобы она была, но не явно выраженная. Вот так. Затем можно немного уменьшить непрозрачность. Все-таки некоторый блик должен быть, потому что блики придают объем. Но он не должен быть чрезмерно выраженным. Здесь будет достаточно непрозрачности примерно 60%. Смотрите, вот такой блик был. И вот таким он стал. Итак, мы с помощью всего лишь корректирующих слоев и кисточки без применения каких-либо инструментов ретуши избавили лицо от бликов. Точнее, снизили их интенсивность. Хочу обратить ваше внимание, что если блики совсем пробойные, то есть у них значение 255, 255, 255 по каналам, то такой метод не сработает. То есть для его успешного применения здесь все-таки должна быть какая-то текстура. То есть не должно быть полной потери информации о цвете и текстуре. На это следует обращать особое внимание. И хочу сказать отдельное спасибо Андрею Журавлеву за то, что он придумал вот такой интересный метод избавления лица от бликов. Итак, с вами был Евгений Карташов. До встречи на следующих уроках.